Приветствую вас, Нина. Знаете, вот если отвечать на ваш вопрос, вот прям так, конкретно отвечать на вопрос, как вам быть, то я бы, наверное, сказал, что вам нужна психотерапия, потому что та ситуация, в которой вы оказались, на мой взгляд, является следствием, ну, ваших поступков, вашего, ну, поведения, да, вот, ваших действий, ваших решений, ваших выборов, и, как мне кажется, что, ну, в принципе, вам уже сказал мой коллега-коллега, Кудрасёк Игорь Леонидович, что уход от мужа, уход от мужа, проблемы не решит вашу работу, и новый мужчина не решит вашу проблему. Вот. А вот почему не решит, давайте разбираться. Здравствуйте, мне 29 лет, живу с мужем, смотрите, вот интересно, почему вы первым указали свой возраст. Двое детей живут вместе 8 лет, ну, 8 лет срок не маленький, и, соответственно, за 8 лет у вас какие-то отношения формировали, да. Кроме того, ну, совершенно очевидно, что как-то вы со своим мужем, ну, взаимодействие выстраивали, в том смысле, что, эм, что это вас объединяло, почему-то вы его выбрали, как-то вы с ним взаимодействовали. И сводит меня ревности на ровном месте, проверяет телефон, карманы, нюхает одежду, ограничивает во всём, я даже с тобой магазин, отпрашиваюсь у него, если там задержалось, выносит мозгом. Смотрите. Да, муч, конечно, ревнует, это правда. Но, ведь его ревность возникла не на пустом месте, я так подозреваю, его ревность возникла, развлекала, точнее она возникла, постепенно, вот, и эта ревность вами принималась. То есть, я имею ввиду, что вы, как-то вот, до своего мужа не смогли донести, что ревность это пустой, что на ревности отношений не подстроить. Почему-то вы не смогли этого до своего мужа донести. Вот. И вопрос заключается, конечно, в том, почему вы этого не сделаны. А вместо продолжается терпеть его такое вот к вам отношение, его такое к вам поведение. И это на самом деле вопрос, по большому счёту вопрос И так, из-за чего у него появилась ревность, как она образовывалась, как вы на это реагировали, было ли это до детей, после детей и так далее. Как вы воспринимаете его ревность? Дальше. Страсть пропал. Четыре года не с кимбарной достели, секс трасть полгода, я его даже целовать не могу, сексом заниматься и подавно. Ну, опять же, как это всё произошло? То есть, почему вы не можете его целовать? Как вы это воспринимаете? Для чего живёте с ним, если не можете его целовать? Ради детей, но тогда вы готовы уйти. То есть, как вы осознаёте все эти вещи? Девять месяцев назад встретилась по работе из другого города коллега, ему 41, четверо детей, жена, жена. Вас обратило внимание. Ну, смотрите, здесь такая достаточно классическая история. Когда пары, да, вот, ну, семейные пары, возникают проблемы, трудности, а, вот, то, соответственно, появляется человек, как правило, вот, ну, вот, появляется человек на стороне, ну, который, как бы, должен спасти, надается вас. У вас, му, му, такая вот. Достаточно, классическая история. Вот, амм, что вы несчастливы в браке, а другой мужчина, брат, напросто, должен вам, как бы, ну, додать того, чем вы нуждаетесь. То есть, нельзя воспринимать человека в контексте другого человека. Да, воспринимать человека в контексте другого. То есть, вы не можете воспринимать, эм, самобытно, эм, мужчину, эм, самостоятельно вы находитесь в замужем. Вот. И у вас брак не счастливый. Затем, очевидно, что у брака вы не чувствуете себя женщиной, не чувствуете себя счастливой и прочее, прочее, прочее. Но, эм, дело-то в том, что, получается, что вы как-то ввели себя в это не счастливое и негативное состояние. Если вы ввели себя в негативное и не счастливое состояние, то вполне вероятно, что вам для того, чтобы почувствовать себя счастливой, нужен кто-то. Вы меняете, по большому счёту, одну зависимость на другую. Как бы, не решая проблему свою. Дальше, эм, так, значит, оба понимали, что нравимся друг другу. Ну, вот это интересно. Вы можете говорить только за себя, а именно вы не можете говорить за другого человека. Так, после два месяца на корпоративе танцевали вместе, прикосновение просто, башня взносило, потом меня поцеловал и извинился. Ну, а здесь, вот именно страсть, то есть вы говорите про страсть. Вы говорите, что у вас с мужем там была страсть, но взаимодействие не строится на страсти. Не только на страсти строится взаимодействие. То есть вы описываете и описываете, это тоже страсть, и она тоже может пройти. Вот что останется? Вопрос, вопрос. Дальше, все-таки закрутилось, встреча редкий раз, два в месяц, но как и мы, брата, наслаждаемся с гарными прикосновениями не более, поцелуями не более, секса у нас не было, он сразу сказал, что не может показывать жену. А-а-а, соответственно, уходите, да, как бы он не собирается, очевидно. Я не настаиваю, люблю его и хочу быть вместе, хоть сейчас готова. Ну, опять, да, вот, люблю его и хочу быть вместе, разные вещи. Любите вы его, хотите что-то для него, а хочу быть вместе, хотите что-то для себя. Эти вещи, они, как бы, ну, лучше бы им не пересекаться. То есть, желательно выяснить, почему вы хотите быть вместе, и что вы вкладываете в люблю. Дальше, он тоже любит говорить, а сама от меня сходит, не может без меня, по поводу жить вместе мы не говорим, я стесняюсь предлагаться. Почему вы стесняетесь предлагаться? Это первое, да, то есть, если вот, возможно, сказывается ваша заниженная самостынка. Раз, с другой стороны, ну, не очень понятно, почему вы не уходите от своего мужа, если понимаете, что он у вас чувств не вызывает. Это достаточно сильно влияет на детей, на ваших. Почему мужчина не уходит от своей жены, тоже не понятно, и как вы сами пишете, когда уйдет, тоже не ясно. Но, в результате, очевидно, что вам нельзя сразу из одних отношений перескакивать в другие. Значит, это получается, знаете, как костыль. Это будет натуральный костыль, когда одни отношения хромают, но пытаются с другими отношениями как-то поправить. Нет, это так не работает. То есть, вам нужно завершить отношения с мужем, разобраться в себе, посмотреть, что вы делали не так, чтобы в других отношениях этого не повторять. Вот. Дальше. Важным мужчине, вот, которому 41 год, тоже надо точно такие же действия нужно совершить. Вот. Иначе то, почему он оказался, оказался и предложяет находиться с женщиной, которая не вызывает у него очевидных чувств, да, вот, сильных. Ну, эта ситуация, надо повториться. Просто. Вновь. Дальше. Так. Именно взрослый, умный состоявшийся мужчина мне нужен. Зачем? Вот почему именно взрослый, состоявшийся, умный мужчина вам нужен? Это раз, что вы пытаетесь, как бы, ну, дополнить, 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 вот, в себе, да, чего вам не хватает. Что вы пытаетесь, вот, как-то, как-то вот, ну, через, через мужчину это получить. Вот, значит, и, соответственно, не могу не спросить у вас, эм, такой, нам, такой момент. А, возьму, что он, вот, он такой, вот, умный, образованный. Просто, состоявшийся. Просто, если нет, да, что странно, что вот, там, словно говоря, нуждаясь в таком мужчине, да, вы вот выбрали совсем другого, совсем другого человека, вот, то вы совершили ошибку, а если по всему не думайте о том, что можете совершить ошибку снова, а вы можете это сделать. Дальше, я хочу вам спокойной семейной жизни, почему вы хотите спокойной семейной жизни, то есть из чего протекает это желание, спокойной семейной жизни? Ну, надо забраться, из чего протекает это подробно, спокойная семейная жизнь, вот. А пока оказывается, что вы больше, знаете как, ващищенность ходите в ваших чувствах. вот, вот так это, по крайней мере, пока ощущается. т.е. вы себя чувствуете незащищённой, вы пытаетесь опереться на мужчину, вот, и соответственно, вот, в куче с вашим мужем, да, он просто из этого сделал вас зависимо. Ну вот, это, так вам, наверное, нужно поработать над тем, чтобы стать такой вот, ну, менее зависимый от мужчин, от людей, возможно. Дальше. Завой его во сне, он мое имя проявляется, что нам правило передвигает, мы ждем друг друга на расстоянии, если что-то случилось. Ну, вы, конечно, говорите о связи, вот, эм, достаточно такой приватной связи, вот, но, конечно, эм, не очень хорошо. Если вы, эм, сами, эм, верите в эту связь, вот, ну, вот, ну, вот, ну, вот, такого рода связь. Вот, 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 вот Похоже это больше на зависимость, такая вот национальная зависимость. Опять же, отдаёте для себя счёт в том, что вы его именно зовёте, поэтому, то есть вы его зовёте, то есть если вы его зовёте, значит вы в нём нуждаетесь, и вот вопрос, который вам нужно себе задать, тогда, собственно, в чём я нуждаюсь в человека? Почему я нуждаюсь в человека? Что мне не хватает самой? Дальше. Он интересуется моей семьей, родительными детьми. Ну, опять же, пока он не ушёл от жены, не очень всё это вызывает доверие. Я могу уйти от мужей, купить какое-то себе жильё, я хочу только жить хочу не одна, а с мишиной, которую люблю как-нибудь. Ну, пожить одной всё-таки стоит, особенно если учесть, что вы своим мужем находитесь в зависимых отношениях. Вот. Пожить одной можно и нужно. на то, что вы не хотите жить одна, одна, это вопрос, то есть, ну, почему вы не хотите жить одна? А, правда, хотите жить вот с мужчиной, любимой. Вот. Это, конечно, такой достаточно серьёзный, на мой взгляд, вопрос. Дальше. А, надо сказать, чтобы хотела жена, я не хочу. Понимаю, что именно всё. Упустит своё счастье, я не хочу с ним, я вижу будущее. Ну, вот. А, смотрите, не надо. Проблематика здесь такая, что вы видите будущее с кем-то. То есть, вы видите будущее не своё, не своё будущее, да? А именно с кем-то. Т.е. Вот. Вот. В чём... Как бы... Трудность. 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 Понимаете? Т.е. Трудность в том, что... Сами по себе, да, вы будущее не увидите. Это вам, бля, там, условно говоря, ну, условно говоря, для будущего вам кто-то нужен, и это серьёзная проблема. Что делает вас ревизим, вот, к сожалению, достаточно сильно. Вот, в принципе, всё, что можно вам сказать. То есть, понимаете, для вас самой, получается, особо ничего не интересно, вам самой особо ничего не интересно. Настолько, чтобы вы, вот, видели своё будущее, ну, там, условно говоря, ну, 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 самой. Только связанной с вами. Вы этого не видите. И, мне кажется, что это, ну, серьёзная проблема. Для вас это серьёзная проблема. То есть, это вопрос о том, насколько вы чувствуете себя ценно. Вот, к примеру, да, это вопрос о том, насколько вы ощущаете себя ценно. Вот. Это вопрос о том, насколько вы самодостаточны. Потому что, если вы не будете самодостаточны, ну, можно говорить о том, что у любого мужчины будет с такой... Ну, как бы, соблазм, да, у любого мужчины будет соблазм вас подчинять. Вот, знаете, какая штука не будет, поэтому если вам хочется отношений серьезных, равноправных, например, да, вот, то нужно работать вот в этом направлении. В направлении того, чтобы вы не были зависим от других, чтобы не были зависим от мужчин, чтобы вы знали сами, куда вы идете, от чего вы стоите и так далее. Как вы же понимаете, ревность вашего мужа, это обвинение, вас обвиняют в измене. Ну, если вас обвиняют именно в измене, это значит, что, ну, как бы, чувствуют, что, ну, что могут обвинять. Если вас обвиняют в измене, а если вас обвиняют, значит, вы в какой-то степени оправдываетесь. Если вы оправдываетесь, значит, вы допускаете, что вы виноваты. А если вы допускаете, что вы виноваты, значит, мужчина, это, ну, как, не только мужчина, да, любой человек будет за это... Ну, что, ну, грубо говоря, ну, грубо говоря, ну, грубо говоря. Такой вот момент я могу вам дать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго и удачи.